так микрофон включен все кто хотел наверное уже зашли и мы тогда начнем следующий доклад это будет совершенно доклад из другой области он не технический а скорее уже про кадровые вопросы я как когда у меня была мысль подать доклад на эту конференцию но каждый раз я выбираю для себя самую актуальную тему обычно мои доклады достаточно технически на вполне определенные там вещи там интерпайс архитект моделирование версионирование что-то еще но в этом году самый актуальный для меня тема это было найм так как в 2016 году мне потребовалось вот в свою группу нанимать 6 аналитиков соответственно вот у меня получилось это значит последнего аналитика решение о том что он выйдет на работу было принято 27 декабря 2016 года то есть я вполне могла и не успеть и для меня это было достаточно тяжело поэтому над первое начало доклада название доклада было именно таким а если расширить это то получается как нанять 6 аналитиков на интересные проекты в большую международную компанию почему это так сложно то есть реально это было потрачено достаточно много времени чтобы получить такой результат соответственно сразу два дисклеймера первые по поводу а целевой аудитории в принципе вот нанять честен нанять кого-то нанять я могу рассказывать коллегам которые набирают и коллегам которые приходят на собеседование я предлагала своему куратору оба варианта и мы решили что вариант для соискателей то есть в качестве целевой аудитории этот доклад будет интересен то есть дальше пойдет речь от скажем так от человека который проводится беседование к тем кто приходит устраиваться на работу коллеги которые имеют такие же проблемы как и я давайте поговорим об этом в кулуарах хорошо у нас как раз там обед мы я думаю все успеем и так это был первый дисклеймер то есть мы сейчас мой доклад адресован к кандидатам на получение работы и 2 ну вот у нас есть такая картинка про зарплату мы не будем сегодня говорить об этом не потому что я там скрываю какие-то ужасы и так далее а потому что моя боль она еще все случается гораздо раньше разговоров о зарплате все случается на подбора кандидатов это еще да там торговлю по деньгам и так соответственно если ваше ожидание доклада были другие то простите сегодня не будет и так в собственно немножко обо мне и моем контексте я работаю аналитиком и еще я ресурсный менеджер аналитиком то есть я работаю в полях и у меня есть группа которую надо которую надо растить развивать и так далее мне надо было нанять 6 человек в группу при этом в нашем отделе в котором ну там есть и другие группы требовалось его нанять 15 вообще за год с учетом внешних переходов в отделе было больше 20 вот таких вот офферов и так далее и это было достаточно непросто при этом получается что если у нас несколько человек менеджеров пытаются нанять себе аналитиков одновременно соответственно на собеседование могут прийти все три кого искала я мне было важны вот скажем так здесь и сейчас отсортировала последовательность самое важное сверху то есть мне были нужны аналитики которые уже понимают что такое системный анализ имеют опыт работы и в общем-то не пугаются таких слов как выявление требований знают что это такое умеют писать требования умеют быть одним аналитиком на работе а антитеза этому какая может быть человек пришел на работу ему выдали шаблон и сказали делай вот так и он поэтому шаблоны в команде аналитиков делает пилит какие-то конкретные требования реально такие тоже случаи бывают но вот вот этот случай нам не подходит потому что мне его надо будет бросать в бой с команда которая до этого не могла например не работать с аналитиком и если он будет для себя находить все вот эти методы впервые знакомиться и нарабатывать свою практику как быть аналитиком нет нас такое не устраивает нам нужно сразу так кроме этого лаборатория касперского это компания которая создает всякие антивирусные прочие про и продукты по инфобезопасности соответственно там достаточно сложная предметка и предметная область и надо либо уже быть в этой предметной области либо обладать навыками быстрого схватывания то есть быстро погружаться в другую предметную область это тоже важно кроме этого если у вас есть и первое второе то там отсутствием 3 4 мы могли бы смириться смысл в чем а нам нужен человек с опытом который работал на производстве по который знает что такое разработчики которые знают что такой проблемы с разработчиками умеет общаться с тестерами и так далее антитеза этому наверно будет ну я не знаю проекты по внедрению когда вот мы много общаемся с заказчиком и мало общаемся с командой потому что там просто все настраивается подпиливать и так далее и также нам бы хотелось чтобы человек этот как аналитик общался с нами на одном языке а у нас часто используются юзки если в каких-то проектах используются юзер стори да мы читаем видерса ну пусть это может быть устарела но это дает нам одинаковую словарную базу я хочу чтобы человек с которыми я разговариваю мои слова понимал именно в том ключе в котором я и говорю поэтому мы стараемся находить людей которые общаются с нами на этом языке и так это того кого мы искали какие проекты были у меня собственно у меня инфраструктурная группа то есть это были удачный сервис с в порталом всяческие сервисы высоконагруженные без интерфейса пользователя которые клиентами которых являются наши продукты а внутренняя система потоковой обработки данных которая работает в наших research подразделениях понятно что если мы нарабатываем свою собственную экспертизу в такой предметной области как антималлая то средства с помощью которых работают наши антивирусные аналитики мы разрабатываем тоже у себя и там тоже есть аналитики то есть получается профиль это сервисы для продуктов и это in-house разработка в рэнди подразделений то есть не не айти то есть в мы зарабатываем на вот этих системах то есть это наше подозрить подразделение зарабатывающие они обеспечивающие ну и кроме этого в других в других группах у нас были приложения для различных операционных систем и общие компоненты это по сути дело компонентов на как на базе которых строится продукты как вы считаете достаточно интересные проекты как бы имеет смысл эти в данном случае мы старались ну в объявлении вакансии мы в общем то примерно это писали то есть как бы мы не скрывали на что мы ищем людей и дальше хотелось бы сразу писать как устроен процесс найма в нашей компании так мой так хорошо значит моя попытка ручного рисования не удалось я вижу что ее не видно ну просто вчера так было так много докладов на эту тему то есть по сути дела здесь такая воронка а как происходит процесс и чар собирает резюме в специальной системе он добывает их собственным поиском по хэдхантеру там linkedin и так далее плюс те люди которые людей которые откликаются на наши вакансии дальше я или другой ресурсный менеджер смотрит на эти резюме выбирает интересных кандидатов вот по тем по тем критериям которые мы ранее видели после чего если мне кандидат кажется достаточно интересным я прошу и чары пригласить его на собеседование если я колеблюсь у меня есть какие-то вопросы я либо попрошу вот конкретные вопросы прояснить либо я попрошу написать тестовое задание и дальше по результатам тестовое задание мы договариваемся по собеседованию собеседованию нас два первое собеседование провожу я и это собеседование по навыкам инженерии требований системному анализу то есть соответственно то чем человек будет дальше заниматься если все проходит успешно то дальше идет собеседование с конкретным менеджером проекта и начальником нашего отдела в принципе понятно мы ищем человека на конкретный проект поэтому надо общаться именно в таком составе и теперь посмотрим как же проходила вот весь переход по этой воронке то есть одновременно я еще 6 там 1 нашла еще 5 и так далее и мои соседи точно также ищут а что можно сказать по резюме кандидатов мало прям мало иногда бывает за неделю там 5 иногда 10 резюме дальше когда мы смотрим уже сами эти резюме получается что они немножко не подходит профиль очень много аналитиков внедрения очень много банковской автоматизации то есть людей которые описывают бизнес-процессы но не работают с техническими деталями для нас это очень важно даже заказчики это технические люди это внутренняя разработка и так тех кто как я уже сказал на производстве мало и очень много резюме которые идут а когда человек работал в команде на проекте то есть у него был руководитель тем лид который выдавал ему задачи и дальше получается он уже делал ну то есть не сам планировал свою работу и не сам определял каким способом он это будет делать но в целом а как-то в среднем по больнице можно было там были хорошие кандидаты с ними сразу собеседование если я колеблюсь я прошу сделать тестовое задание так тестовое задание в принципе она небольшое мы сразу считаем что больше двух часов точно его делать не надо там точно нет никаких подробностей которые этому помогли бы нам дальнейшем работе то есть мы не пытаемся за счет кандидатов выполнить какую-то свою работу и так далее а что содержало немножко теории немножко таких вот ситуаций а что вы будете делать если у двух заказчиков противоречащие друг другу требования а что вы будете делать если вы в в результате работы программист обнаружил что там фича которую никто не заказывал и так далее ну и еще немножечко конкретных вещей то есть вот у нас представляем некий продукт выделите сценарии или там основные фичи этого продукта на релиз мы для одной из этих фич надо было написать сам сценарий ее использования а пример там был продуктовый то есть у него есть в пандыру график юзер-интерфейс то есть в принципе все понятно что-нибудь сложное как вы считаете что здесь надо добавить что здесь надо убавить у меня очень как так как у меня был я потом выйду туда давайте мы пообщаемся если вот какие-то вот фейлы вы тут видите что можно сказать по результату тестового задания часть людей получают его и не выполняют и скрываются на вики часть не то что не понимает теорию то есть они пишут как считают нужным ну даже википедия считает нужным 15 минут ну окей хорошо личное мнение это тоже здорово это уже тоже показывает что хочет опыт работы аналитиком вот эти вот кейсы они показывают насколько человек вообще понимает ну вот как его решение совпадают с теми решениями которые мы считаем правильными нашей среде с формулированием текстов сценариев использования ну тоже бывают большие проблемы скажу честно ну соответственно здесь у нас тоже кто-то отсеялось кто-то отсеялся и у нас наступает собеседование что бывает на нашем собеседовании я сейчас не раскрываю никаких тайн если вы курсы подготовить с нашим собеседованием и только обрадуемся больше шансов найти человека на на работу быстрее задачи на выявление требований что вы что имеется ввиду а ну это такая ролевая игра где есть заказчик который говорит одну фразу я вот хочу вот это и вы начинаете выяснять что же собственно хочет какой опыт мы получили люди не задают вопросов я хочу ручку молоки а какие у вас требования к ручке сейчас вот я вот все все и расскажу вы сами должны поняли обычная ручка то есть люди не задают простых вопросов а почему она вам понадобилась а как вы сейчас вот что вы сейчас используете вместо ручки то есть не люди не ищут проблему которая стоит за задачей достаточно часто то есть одни просто начинает молчать а другие начинают придумывать решение типа я опытная умная сейчас самым я знаю что вам надо я уже посмотрел ваш мозг что там вообще можно хотеть и так дальше следующие задачи на выделение требований конкретному приложению сервиса мы берем достаточно простые задачи вот допустим приложение на вашем мобильнике давайте напишем требований к нему требований на один релиз а тут какие сложности люди очень часто не понимают где границы системы то есть если у меня приложение фейсбуке к на мобильнике но я знаю что я могу в тот же свой свой аккаунт фейсбуке к зайти в вебе это значит что у меня не только приложение у меня где-то там еще есть какой-то какое-то магическое место где лежат мои данные которые синхронизируются и вот поставить водораздел где приложение где магическое место даже если мы сказали что вот мы пишем требования под фейсбуке под android а фейсбуке под айос у нас уже есть далеко не до всех доходят это реально тяжело ну и собственно главный сценарий мы просим расписать и к этому же к этому же приложению выделить нефункциональные требования сложно непонятно сильно не попадает в контекст вы пробовали так делать вот и поэтому получается очень непонятно как люди приходят там в какой-то поморочение и или например говорят что я знаю юски если я все время использую а потом рисую там вот колбаску из шариков друг за другом вот ну соответственно что является юз кейсом с точки зрения там приносить пользу или не приносить это вот уже тоже отдельно когда мы каждый шаг хотим отдельным юз кейсом написать каждый шаг одного сценария то есть это все очень странно печально и не позволяет мне по крайней мере решить мою задачу найти человека к с которым наша команда и мы будем работать долго и счастливо ну и соответственно также по ходу общаясь мы выясняем общий взгляд практики работы того человека который работал раньше так можно я еще немножечко поиспользую мудрость толпы смотрите вот у нас в нескольких группах вакансии то есть вот пять руководителей групп или вот хотят по собеседовать этого человека потому что он кажется мы интересны вы как соискатели скажите пожалуйста вот на московских условиях как вам удобнее чтобы они все пять пришли и по очереди задавали вам вопросы или пять раз приехать так один раз приехать кто за этот вариант окей хорошо спасибо то есть мы мы делали примерно так мы потому что время жалко но при этом старались у нас всегда был ведущий тот начинается беседование остальные подкидывают вопросов то и поэтому когда вы увидите такую кучу народа вы вы не бойтесь это значит что там много вкусного ну смысл такой тогда мы все если по очереди будем задавать все одни и те же вопросы там один посидел спросил потом второй пришел с тем же самым то есть мы ну скажем так приоритет не это классно но бывает так что человек больше подходит кому-то то есть это то есть если у нас тут все получилось и я так скажу скажу поэтому одно собеседование где несколько людей слушают ваши ответы и задают вам вопросы ну если они не начинают там превращать это в бардак мне кажется это нормально да стоит так делать ну то есть это рабочий вариант ну два-три конечном итоге мы пришли к 23 потому что естественно окей так ну и собственно если у нас тут все получилось и я так прихожу к начальнику говорю я хочу этого человека вот на этот проект и тогда у нас начинается договоренность и у нас есть собеседование с менеджером продукты проекта пардоны начальником отдела а менеджер проект это главный человек в жизни аналитика даже я как бы не такая главная потому что менеджер проекта и его команда это то в чем он будет с чем он будет жить в следующее время поэтому мы обязательно проверяем на то насколько человек подойдет команде идет все впроть до ролевых игр то есть например в одной команде приходит менеджер проекта с тим лидом разработки и они разыгрывают там заказчика и тим лидо разработки ну это нормально это нормальная ситуация которая встретится на проекте людям важно понять как он будет это обрабатывать ну и конечно же тут у нас еще темп работы что-то он какой-то медленный не подойдет либо там такая мягкая тихая ну сожрут ее наш тут как бы тут смотрите я в каких-то других условиях человек прекрасно подойдет то есть очень много зависит от самой команды также мы проверяем проверяем соответствует ли человек культуре компании а ну у нас достаточно специфическая культура такая вот разработческая мы любим игрушки мы любим там достигать результатов у нас мало неуспешных проектов то есть как бы но все достаточно быстро и динамично поэтому бывает например там и переработки ну в общем какой-то профиль у нас есть кроме этого мы проверяем насколько хорошо человек общается потому что для аналитика это важно и собственно что движет человеком то есть для чего ему именно эта работа это реально важно потому что наши аналитики работают вообще у наши сотрудники в компании работают достаточно подолгу и надо понимать там какие какой какой вектор развития наших отношений будет через несколько лет так ну и собственно проблему я описала что на входе у нас там было 100 200 резюме в течение года находили мы их очень мало проблемы которые были в принципе я тоже писала и теперь хочется такой призыв то есть что поможет что надо сделать чтобы там не не быстро попасть на на работу я правда не знаю может быть там наш профиль работы вам не интересен на другой но мне кажется это подойдет ко всему пожалуйста систематизируйте знания своей профессии потому что человек который работает в одном как бы узком шаблоне приходя когда его спрашивает про тот же самый анализ требований просто в другом контексте там работал на большом там на сапе работал его про мобильники спрашивают он теряется и у него как бы все он же не знает как делать свою работу после трех лет рабу это это печально это это грустно кроме этого соотнесите вот эту ту самую теорию эти знания своей профессии с вашей повседневной практикой потому что реально у аналитика если вы работаете аналитиком ваши ваши повседневной практике все это есть до артефакты могут называться по-другому действия могут называться по-другому но смысл-то у нас один и тот же то есть тут была куча докладов за за мапти ту теорию которую давали эту практику на вашу и почему там вы делаете именно так а не иначе чаще всего это обусловлено какими-то причинами это обусловлено контекстом вашей работы вашего продукта проекта и так далее вот осознанно относитесь то есть работе которую вы делаете в этом случае вам легко будет вписаться в другой контекст потому что у вас уже будет навык профессионально делать вузу работу я понятно объясняюсь а то как-то загрузился блин может я очень сложно так и конечно же вот мы сейчас говорили о теории наложить теорию на повседневную жизнь и практика очень помогает практика в других контекстах то есть если у меня на работе там космические корабли почему бы мне не сделать там быстренько не набросать требованию про систему приема пациентов в больнице если как бы не хочется тратить деньги на курсе почитайте книжки сделайте пару моделек отправьте их там не знаю на ум или двору попросите форме покритиковать там найдется народ который вас проверит то есть это все недорого нужно вашем время и желание и так далее ну и последний момент нефункциональные требования существуют то что вы их не пишете это значит что кто-то их уже определил и они с тех пор не менялись поищите они есть самый популярный ответ это вот как раз требование к интерфейсу надежность существует сейчас security процветает там без на требований откройте пожалуйста пошире глаза и посмотрите на свою профессию именно с точки зрения как бы вегерс написал книжку по вашей работе напишите себе такую книжку собственно спасибо в это наверное все